Всем привет! В этом видеоуроке я расскажу, как создать новый документ в Inkscape. Запускаем программу. После запуска программы новый документ создается автоматически и ему присваивается временное имя. Новый документ создается из стандартных шаблонов. По умолчанию выбран шаблон документа, в котором находится страница формата А4 в портретной ориентации. Единица измерения, пикселя. Мы можем создать новые документы после запуска программы. Для этого выбираем меню Файл, Создать. И здесь мы можем выбрать любой шаблон нового документа. Например, визитная карточка 90 на 50 мм. Открылся новый документ и мы видим, что страница имеет формат стандартной визитной карточки 90 на 50 и единицы измерения миллиметры. Обратите внимание, что новый документ открылся в отдельном окне программы. Каждый новый документ будет открываться в отдельном окне программы. Для переключения между окнами удобно использовать комбинацию клавиш Alt-Tab. Alt-Tab это универсальное сочетание клавиш, которое работает не только в программе Inkscape. С помощью него мы можем переключаться между окнами всех открытых программ. Также вы можете использовать комбинацию клавиш Ctrl-Tab для переключения между окнами программы Inkscape. Для того, чтобы быстро создать новый документ по умолчанию, мы можем выбрать значок в виде страницы, либо использовать комбинацию клавиш Ctrl-N. N от слова New – новый. Ctrl-N – это еще одно универсальное сочетание клавиш, которые работают не только в Inkscape. С помощью него мы можем создавать новые документы в разных программах. Перед тем, как использовать быстрые клавиши, убедитесь, что у вас выбран английский язык. Ctrl-N – создаем новый документ по умолчанию. В процессе работы мы можем настраивать параметры документа. Для этого мы можем выбрать меню «Файл», «Свойства документа» или нажать на значке на панели «Команды». Открывается окно «Свойства документа». И здесь на вкладке «Страница» мы можем выбрать единицы измерения, общие для всего документа. Можем настроить прозрачности цвет фона. Это важно учитывать при экспорте изображения в растер. Можем задать размер страницы, выбрать ориентацию страницы, альбомную или портретную. И если ни один из предложенных форматов нам не подходит, мы можем задать другой размер. Выбираем единицы измерения и вводим свои значения ширины и высоты. Также мы можем здесь подогнать размер страницы под размер изображения. На вкладке «Страница» мы можем скрывать и показывать кайму, скрывать и показывать тень страницы и настраивать цвет каймы. Кайма показывает границы листа только во время работы в программе. При печати и экспорте кайма видна не будет. На сегодня это все. Пока!